IPv6 Next Generation неудачный протокол в том смысле, что это комитетский протокол, когда протокол должен создавать один человек с выработанной идеологией, и эта идеология должна пронизывать весь протокол без всяких компромиссов, а все комитетские протоколы в результате становятся компромиссными. Ну вот, например, ATM чисто комитетский протокол, да, я в результате оказался маложизнеспособным. IPv6 должен был устранить кучу проблем, он реально устраняет, он изменялся после того, как уже был внедрен, в нем куча заплаток, куча изменений, но поскольку нету идеологии, пронизывающей этот протокол полностью, то он является компромиссным, в результате что получается, протокол IPv4 выкусывает из IPv6 те вещи, которые ему не хватает, ну, наверное, за исключением размера адреса и использует их. В результате IPv4 до сих пор живет, хотя уже много-много лет говорится, что со дня на день он умрет и все перейдет на IPv6. Но вплоть до того, что доходит, что сейчас уже приходит понимание, что даже IPv6 недостаточно будет для всего того, что есть. Нет там тех технологий, тех идей, которые необходимы сейчас. Ну, например, он не очень хорошо подходит для мобильных устройств. Ну, в частности, например, переход мобильного терминала от одной сети в другой, IP-адрес, даже IP-адрес 6 будет меняться, в результате связь обрываться, это недостаток. То есть нужно технологически делать так, чтобы при переходе из одной сети в другую IP-адрес можно было бы зафиксировать. Но все равно мы рассматриваем IPv6 как светлое будущее, которое, может быть, никогда и не наступит. Какие проблемы решает IPv6? Нехватка адресного пространства, ну, это первая проблема, которая возникла в IPv4, хитрым образом стали использовать NAT и частные адреса. В результате как-то исхитрились немного ослабить эту проблему. Масштабируемость сетей, ну, в частности, тут большие таблицы маршрутизации и автономных систем, БГП. Достаточно сложно все эти адреса агрегировать, таблицы возрастаются очень сильно, усложняется глобальная маршрутизация. И наконец-то решили довести до ума косы, качество обслуживания, которое в IPv4, конечно, есть, но, конечно, практически не работает. Ну и секьюрити, безопасность, криптование и так далее. Все это должно быть введено в IPv6. Ну и IPv4 успешно таскает все эти улучшения из IPv6 и внедряет у себя. Ну, не хочет умирать. Дальше, естественно, какие-то изменения введены. Расширено адресное пространство. Адрес было 128 бит. Опять было несколько предложений. В комитете же никакой идеологической структуры нет. Ну и вот у них было несколько размеров. Остановились на 128 бит. Заголовок IP пакета упрощен. Ну, действительно, он несколько переутяжелен. Там, как вы помните, есть куча возможностей, которые желательно было бы внедрить, но которые так и не внедрены были в IPv6. Не нужны оказались вообще. Естественно, структура, большая длина адреса и опыт агрегирования адресов IPv4 позволил построить более адекватную структуру адреса, его разбиение. Упростилось агрегирование маршрутов. Ну и упростилась автоконфигурация адресов. Вот это бы тоже IPv4 стащить, но не получается. Шифрование и аутентификация на уровне IP пакетов тоже вещь очень хорошая. Ну, в IPv4 это, конечно, не внедрено полностью. То есть, некоторые элементы взяты, но идеологически он это и практически внедрить вряд ли сможет. Метки потоков данных введены. Как видите, очень простой заголовок. Размер 40 байт заголовка. Ну, это, наверное, из таких больших IP-адресов. Тут вы видите следующий заголовок. То есть, тут у нас не удлиняется заголовок за счет опций и так далее, а просто вводится цепочка заголовков. Размер поля данных. Транзитные узлы это Time-to-Life. Метка потока. Класс трафика для коса. Ну и, естественно, версия 2 бита. 4 бита версия, да. Значит, версия у нас 6 протокол указывается. Класс трафика. Опять же, для того, чтобы задать приоритет. Ну, как это будет работать и будет ли работать, опять же, до конца непонятно. Хотя, поскольку все это прописано в стандарте, все маршрутизаторы должны поддерживать этот стандарт. И они должны нормально обрабатывать класс трафика и приоритет. Значит, метка потока у нас, мы можем задать некий код, как пароль, как что-то еще. То есть, это случайное число, может даже, как хэш, который задает у нас поток, который должен обрабатываться неким специальным образом. Ну, или маршрутизатор может применить какие-то свои правила к пакету этого потока. Дальше не проверять все пакеты на это правило, а просто вычленять метку потока и по ней дальше применять правила ко всем пакетам этого потока. Размер поля данных 16 бит, но такое же, как и у IPv4, но тут у нас есть дополнительная фишка. Вдруг нам действительно понадобятся сверхбольшие датограммы. Это у нас возникла идеология еще на уровне Ethernet, например, когда у нас датограммы стали больше стандартных 1500. И вот эти вот большие датограммы стали называться Jumbo Frame, Jumbo кадры. Jumbo это летающий слон. Ну и тут мы тоже можем Jumbo татограмму сделать, но у нас отдельный, в отдельном заголовке можем задать эту длину. Тут, чтобы не усложнять основной заголовок. Ну, следующий заголовок, опять же, это если у нас несколько следующих друг за другом заголовков. Количество хопов это фактически Time-to-Life и IP-адреса IPv4. Какие у нас дополнительные заголовки? У нас есть несколько типов заголовок. Все они соответствуют примерно опциям IPv4. Заголовки для маршрутизации, фрагментации, хоп-бай-хоп, вот там вот задаются эти Jumbo датограммы, аутентификации и так далее. То есть покрывают, а, покрывают достаточно большой спектр необходимой функциональности, и б, дополнительный заголовок, это вещь расширяемая, то есть можем ввести дополнительные типы этих заголовков, которые будут давать дополнительную информацию. То есть вот это идеологично сделано неплохо, идеологично сделано расширяемо. Значит, хоп-бай-хоп заголовок. Это некая информация, которую мы на каждом хопе что-то с ней делаем. Смотрим эту информацию. Ну, например, как я сказал, Jumbo датограмм, мы на каждом хопе должны увидеть, что это у нас висит в такой монстральный кадр. Заголовок маршрутизации, это у нас некий тип МПЛС. Помните, у нас в МПЛС прописывается коммутация пакета, и прописывается уже путь по каким коммутаторам он пройдет. Тут мы тоже можем задать непроизвольным образом, чтобы на каждом маршрутизаторе определялось, куда пойдет данный пакет, а заранее задать путь, по которым должен этот пакет пройти. Фрагментация, ну, понятно, это у нас для того, чтобы передавать фрагментированные пакеты, вынесенные из основного заголовка, хотя это, понятно, что одна из основных функций каждого уровня протокола работы с фрагментированными пакетами. Аутентификация. При работе с IP, у нас есть IPv4, IP-адрес источника, IP-адрес получателя, но когда мы отправляем пакет или получаем пакет, у нас нет никакой уверенности, что мы получили пакет именно от того, от кого написан IP-адрес, или что пакет пришел тому, кому мы послали по IP-адресу. То есть нарушается целостность передачи информации. В IPv6, это, конечно, верно, эту проблему постарались решить, то есть сделать так, чтобы и отправитель, и получатель могли доверять друг другу. Под заголовок местоназначения, если у нас хоп-бай-хоп заголовок на каждом хопе смотрелся, то заголовок местоназначения смотрится только destination, то есть когда весь пакет пришел к получателю. ну и когда у нас дальше кончились заголовки, у нас стоит заголовок отсутствия всяческих других заголовков. у нас есть пакет. У нас есть пакет. У нас есть пакет. Это, конечно,